Привет, ребята, с вами Андрей. Всем привет. Рад всех видеть. Продолжаем проходить. Да, тоннели Бостона, это было что-то, да? Два с половиной часа мы провели. Довольно-таки для кого-то может быть интересно, для кого-то может быть нет. Вот там что-то я наверху увидел, какую-то штучку. Нет. Но сейчас мы двинемся дальше по сюжету. Давайте еще одну сюжетную миссию посмотрим, а потом чуть-чуть будем продолжать совмещать. Сюжет, открытый мир, сюжет, открытый мир. Так, тут можно поиграть. Ну, играть я на данный момент не хочу. Есть там, где нужно поиграть за достижения. Так, ну что же, подходим к нашему Чарльзу, по-моему, да, если не ошибаюсь, что он нам скажет? Привет, Чарльз. Следующий в списке. Добрый вечер. Добрый вечер. Мило. Ну, Чарльз, не так уж он плохо. Эй, Кэтрин, толстуха, вернись сюда. Мне надо выпить. Как ваши поиски? Одних карты расчетов мало. А местные жители? Сначала мы должны завоевать их доверие. Пожалуй, я знаю, как этого добиться. Тот один малый обращает индейцев в рабство, если их освободить. Знаете, где они? Боюсь, нет. Но черт знает, он посредник в таких делах. И он в вашем списке. А я-то ломал голову, кому обращаться. Браво. Да уж, ломал он голову, да? Ну что ж, с ними можно поболтать. Давайте поболтаем и пойдем задание выполнять. Вам здесь нравится, Чарльз? В Бостоне есть своя прелесть, пожалуй. Вообще в колонии. Конечно, города здесь не сравнятся с Лондоном в роскоши, зато люди честнее и трудолюбивее. Мне нравится здешний дух пионеров. Да, это невероятно смотреть, как страна встает на ноги. Встает ли? С севера все лезут французы, на юге испанцы со своими претензиями. Что это? Новый свет? Или новое поле боя? Это история стара, как мир. И вряд ли что-то изменится. Мы, люди, жестоки и отчаянны в борьбе за землю. Саксы и франки, косманы и сафевиды. Можно вспоминать долго. Вся история и мир одно порабощение за другим. Мы жаждем больше, больше и больше. Я молю Бога, чтобы было иначе. А я действую. Посмотрим, кто преуспеет. Я просто сказал. Да, но слова опасны. Это сила. Их нужно выбирать. Смотрите, Кеновый, какой персонаж. Любит поговорить. Да, это война. У меня есть дела. Поговорим пользу. Деловой какой, да? Простите, сэр, я немного занят. Нет, точки не исчезают. Ну да ладно. А нет, смотрите, исчезла. Не пойму я этого дела с Сайлосом. Чтобы отразить французов, Британия должна союзничать с индейцами, а не порабощать их. Сайлосу нужно только золото. И ему плевать, что это вредит короне. Пока у него будут покупатели, он будет добывать товар. Тем больше причин его остановить. Я довольно много общаюсь с местными. Пытаюсь убедить их, что только нам можно доверять, что французы их используют, а потом бросят на произвол судьбы. Учитывая действия Сайлоса, полагаю, вам не очень верят. Я пытался объяснить, что он не из наших. Но он носит мундир, командует фортом. Они верно думают, что я лжец или глупец. Или оба сразу. Не унывайте. Подарим им его голову, и они вам поверят. Да уж, подарим ему голову. Так, ну ладно, все это, конечно, прекрасно и хорошо, но давайте будем действовать. Побежали. Так, автоферни бегать нельзя. Тут у нас мадам, помню, мила. И нас ударила, причем жестко. Так, ну на данный момент прям совсем все круто. И РПГ сразу, и приключения тут у нас, да? Ништяк. Так, а вот у нас и задание. База данных анимуса. Дом Черча. База данных будем обязательно читать. Этот дом был построен в 1707 году. В 1707 году, да. Видно местным торговцам по имени Роберт Каллиф. Бенджамин Черч купил его у наследников Каллифа, чтобы использовать как свою бостонскую резиденцию. Практика Черча находилась на Ньюбери, стрит, в нескольких минутах ходьбы. Так что дом был выбран идеально. Да и район неплох. В колониальном Бостоне двухэтажные дома с огороженными садом стоят то или не мало. Даже без кабельного телевидения. В общем, судя по тому, где Черч приобрел себе дом, можно предположить, что в пациентах у него недостатка не было. Или что у него был другой источник дохода. Ну так вот. Так, ладненько. Поговорим. Врач. Часть 2. Чарльз. Сэр. Для Чарльза нет закрытых дверей. Кажется, не только мы ищем мистера Черча. Черты, где он может быть? Что нам делать? Искать его. Идем. Я покажу, как. Голову отрезал такой, да, от картинки? Круто. Так, спрячьтесь и послушайте разговор соседей Беннет Черча. Так, интересно. Неинтересно. Так, ладно, вперед. Несмертельное оружие. Будьте внимательны. Оранжевые метки означают, что цель убивать нельзя. Пас данных анимуса. Беджамин Черч. Да, посмотрим, кто это у нас такой. Год рождения 1734. Бенджамин Черч был одаренным врачом и фактически первым начальником военного санитарного управления вооруженных сил США. Черч родился в Рот-Айленде и окончил Гарвардский университет в 1754 году. Так что к моменту твоей с ними встречи он свежеутускник. В 1775 году его назначат главой медицинской части континентальной армии. Только бога ради. Не говори ему об этом сейчас, а то зазнается. Черч быстро становится записным патриотом. Звучит странновато, но фак. Действительно странновато. Ну слушайте, ну вот эти подсказки добавили юмора в игру, кстати, от Шона. Это круто. Но он также был одним из сыновей свободы и членом местного комитета связи. Он также будет держать речь в третью годовщину Бостонской бойни. Кроме того, у него есть дом в очень хорошем районе города. Должно быть, доктора прилично зарабатывают. Доктора. Хочешь, расскажу маленький секрет Кэдди Ман? Ну, расскажи, расскажи, что за секрет. Я спойлеров не боюсь. Не надо совать нос не в свое дело. Благими намерениями. Если бы вы только видели, они, несомненно, были пьяны. Причем среди белых дня. Так, если ее заполнится, станьте с двумя мирными жителями. Так, ну понятно. Гранас обучает, что делать. Чтобы смешаться с толпой. Этот дебошир хочет стать врачом? Вряд ли из него выйдет что-то путное, если продолжать в том же духе. С тобой позор. Родители Бенджамена были бы в ужасе. Возможно, стоит послать за ним кого-нибудь, пока он не опозорился на весь город. Мы больше не в старом свете. Нужно помнить и о хорошем. Они ушли за северо-восток. Наверняка в поисках какого-нибудь кабака. Сперва расспросите этих людей. А я поднимусь повыше. Удалось подслушать. Так, новая власть на карте. Мини-карты разблокируются на мере того... А, быстро удалось. Заберись здесь на церковь. Да это для меня шадов совсем не секрет, если я об этом. Нет, какой это секрет. Если вы следуете мир, чтобы раскрывать карту эффективнее, заберитесь повыше. Понятно. Так быстро названия убираются. Мы не нужен мистер Чёрт. Бенджамин Чёрт. Голову такую показывает. Да, уж прикольно. Так, ну ладно, пусть ищет. Мы как раз побежим и будем искать записи. Интересные задания. Интересные. Так, нам ещё нужно с вами найти три. Как они там правильно называются? Я запамятовал. Штучки. И они нам на карте покажутся, когда она откроется. Простите, вам не знаком этот человек? А, это наш Чарльз расспрашивает. Ничего себе, откуда мы его слышим, да? Ты знал Шадов Драгон? Конечно знал. База данных анимуса. Новая старая южная церковь. Что-то новенькое. Ещё одна деревянная церковь, но на сей раз с колоколом на башне. Одним из её основателей был отец Сэмюэл Адамса, которого также звали Сэмюэл Адамс. Странно, что её не разобрали на дрова во время осады. Видимо, прихожане не настолько разозлили плитанцев. Церкви дали очень удобное название, так её точно не перепутаешь со старым южным домом в собрании, где происходят всё важные события. Чем проще, тем лучше. Это про я, про имена, а не про тебя. Ну, слушайте, ну Шон, конечно, приколист. Приколист у нас Шон. Так. Приключение синхронизации заберите за над церковью. Это приятно. Мы, получается, сейчас откроем карту. Это круто. Может, нам и проще будет эти штучки найти по миру. Эти штучки. Так, как же эти штучки-то называются? Я забыл. Датчик ДНК. Задание горожан. А, ещё задание горожан есть. Выполните все курьерские поручения. Альманахи. Во. Нам надо их три ещё найти. Идёт тихо-тихо-тихо-тихо. Только, пожалуйста, не агриться. Я не хотел. Ничего себе. Заберитесь на церковь и запустите синхронизацию. Забираемся. Ой, друзья, вы не представляете. Ну, я играл только в оригинальной части. Насколько здесь просто лазить. Отвалит нас. Отвалит нас. Игру упростили прямо, да. Как видим, автоматическое пополнение жизни. Все дела. Ну, ладно, хватит. Как в этом. К этому так же можно привыкнуть без проблем. А вот этой точке я рад. А откуда? А в записи, потому что читаю внимательно. Вот оттуда и знал. А ты ведьмака играл? Нет, лично не играл. Подъём на высокие места позволяет разблокировать новую область. На карте найти... Ну, Тёма, да как так быстро убирается-то? Ладно, синхронизируемся. Вау. Найти, если интересующие вас объекты. Нажмите B. Чтобы отпускать. Отлично. Время подслушивать. Вдруг кто-нибудь дознает, что сталось с Бенджамином. Отлично. Так. Точка обзора. Точка обзора синхронизирована. А, смотрите, у нас открылась карта, да? Ух ты. Так. Точка обзора, точка обзора, точка обзора. Ну, понятно. Короче, друзья. Сейчас мы сделаем задание, а потом мы потом с вами будем бегать, открывать точки обзора, читать, искать. Новые эти альманахи. Как они там называются? Так. Второстепенная задача. Послушайте разговор патрульных. Подслушайте все разговоры, не дав себя обнаружить. Так. Прыгаем. Прыжочек веры. Так. Используйте подсказки, чтобы найти цель. Подсказы могут иметь различную стилу. Ты, шаман Кинг, смотрел? Что такое шаман? Не припомню. Так. Что у нас там по второстепенным задачам? Послушайте разговор патрульных. Послушайте все разговоры, не дав себя обнаружить. Ага. Да, давайте подслушаем. Послушаем. Так, ух ты, сколько здесь-то у нас патрульных-то. Так, давайте где-нибудь спрячемся. Примеры здесь. Да, скажу я вам. Дела здесь явно идут все хуже и хуже. Это точно. Такой сброд по улицам шатается. Только что столкнулся с такой кампанией. Ну? Я стоял у Южной Церкви, и вдруг мимо бегут эти. Один вдруг упал, весь избитый. Я хотел посмотреть, не нужна ли ему помощь, но... Глянул на остальных и тут же раздумал. Может, и к лучшему. Эти люди явно из тех, с кем не стоит связываться. Так, про каких-то людей уменьшить зону поиска можно анализировать подсказки. Ага. Удалось подслушать. Так, следующая подсказка. Иди сюда, собачка. Ну, слушайте, но с животными, конечно, сделали круто. Иди поглаз. Так, ладно, дальше. Так, вот у нас тут еще охрана стоит. Так, надо где-нибудь будет спрятаться. К примеру, на скаминету сесть. Я спросил торговца, никто ничего не видел. Проклятье! Они лгут! Ага. Но что делать? Угрожать бестолку, не упрашивать же. От слов толку мало. Арестовать одного, да в холодке. Языки развяжутся. И не только у него. По всему городу тут же начнут орать, как их власти притесняют. Только этого нам и не хватало. Тогда проще махнуть рукой. Жертва мертва. А те, кто знают, в чем дело, они молчат. Раз они покрывают убийц, пусть сами все и расхлебывают. Прекрасно. А Шаман Кик это аниме мультик такой? Нет, не видел. Нет, не видел. Голос там он. Ну, ты имеешь в виду переводчик, да? Так, слушайте, а другие разговоры пропадают, что ли? Когда я этого пошел? Ну, да. Получается, да, пропадают. Так, ну ладно. Все, что не получится у нас сделать с первого раза второстепенно, мы обязательно... Друзья, кто смотрит записи, конечно. Ой! Так, стоп, стоп, стоп. Меня атакуют, что ли? Да, да, да. Стоп, стоп. Вот, вы видите, да. Так, надо скрыться срочно. Песик, 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 родной. Ох ты, блин. Так. А че это они на меня сагрились? Че это они на меня сагрились? Так, как спрятаться? Забраться в стоп сена, да? Да, пожелтела карта, значит, они меня не видят. Или убежать. Или убежать. Так, бежим, 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 бежим. Так, готово. Все. А че это они на меня сагрились-то, а? Вот. Ну да, я не договорил. В общем, то, что я не сделаю с первого раза, вот, я это сделаю на стриме, потом в повторном прохождении. Записи стрима также будут, если на Твиче, на Ютубе заблокированы, то на Твиче они будут по-любому. Так, давайте еще подслушаем разговоры. Чтобы на 100% синхронизацию постараться пройти, это и сделал с прошлыми частями. Так, хотя мне все говорили, что не пройдешь. Ага, и к вам прошел. Все части. До этого. Их было трое. Нет, четверо. И все явно с подмощенной репутацией. Они несли пятого. Он был избит без сознания. Томас, дурак, хотел помочь, так его зарезали. И просто ушли. Будто так и надо. Будто все в порядке. Куда они пошли? Я не знаю. Я все пытался остановить кровь и... Постарайтесь же вспомнить. Я не знаю, пока что декима. Медлят жертвами, но вроде меня, знаете ли... Туда, кажется... Отлично. Подслушайте разговор патрульных, мне сделать не удалось. А почему? Видите? Мы скоро отыщем Чорча, как я и говорил. Скажите, где вы всему этому научились? Видите ли, это все части моего воспитания. Так, в дом я зайду не могу. Восприятие во главу угла. Оно направляет бег наших ног, движет нашими руками в бою. Что важнее, оно меняет чувства. И мы начинаем познавать мир иначе. Так, странно. А почему миссия провалилась? Подслушать подкульно. У меня же не было этого задания постепенного. Ну, ладно, понятно. Видать, оно появилось, а я провохлил, да, не видел. Ну что ж, ничего страшного. Значит, это когда-нибудь не дойдет. Дайм потом. Ну, задание довольно-таки интересное. Еще бы по пути, конечно, попались бы нам записочки всякие разные. С первого раза не все всегда получается. Это нормально. Так, я помню, что гробницы мне было в основном тяжело перепроходить. На 100% синхронизацию до этого. До этого. Так, нужно миновать. Но где? Действительно, где? Где? Давайте смотреть, где. Внимание, запретная зона. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. База данных анимуса Форт Хилл и Южная Батарея. Форт Хилл, второй по величине холм в Бостон. Малый каши ел, когда был еще маленький холм. Стоит над Бостонской гавани в середине 17 века. Там одновременно с однопушечной батареей у гавани были установлены защитные рубежи, названные Южных Батареей. В 1740-х годах Южная Батарея была расширена. Но с 1760-х годов уже не использовалась. Как ее, так и Форт Хилл заново отстроили повстанцы во время войны за независимость. Но к началу нового века оба утопления были разбросаны. А, разобраны. Форт Хилл сам холм, а не укрепление, был скрыт в конце 1860-х годов, чтобы отводить место для застройки. Его мечты о том, чтобы стать самым высоким холмом в городе, так и не воплотились в реальность. История может показаться тебе знакомой, а все потому, что это не случилось со всеми холмами в Бостоне. Холмы главные враги бостонцев, и всегда ими останутся. Вот так вот. У меня сегодня день рождения. Shadow, ну что, нерман, день у тебя. Сколько тебе? Стукнуло годиков. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чё они все время агрятся? Так, нам сюда. Блин, оставайтесь незамечены, в угол не получилось. Эх ты. А почему? Я же они... Ну ладно, раз не получилось, давайте воевать. Тренироваться. В войне. Теперь-то уж можно порубиться. Раз незамеченным не вышло. Ох ты ж, зараза. Ну, ади. Опа. Ну, на говно. Так. Кажется, держись, я тут расправлюсь. Так, одного. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да ладно. Смотрите, сколько там подлетело. На, говно. Внимание, держитесь поближе к цели. Э, ты куда убежал? Ещё и кнопочка на экране показывает, когда надо нажимать во время удара. Но это прям совсем легко. Изи. Изи подсказки. Тихо-тихо. Чарльз, чё ты там не можешь завалить, что ли? Ну ты даёшь. Иди сюда. Подзорище, подзорище. Ну, на, бежать. Иди, поплавай. Ну что ж, подержали. Да, понятно. Ну, что ж, поздравляю. Эх, не получилось здесь скрытно. Хотя я не понял, почему я не обнаружил. Скорее всего, надо было пешочком пройтись, а не бегать. Так, нам сюда. Заперто. Мне нужен ключ. Ждите здесь. Нам нужен ключ. Так, находясь рядом с целью, держите бы, чтобы... А, выкрасть. Так, и ключ, что наверху у нас. Ага, действительно, наверху. Может быть, отстанете от нас, а? Да ладно. Да ладно, увидел, что ли? Что-то они прям совсем видят так. Куда это ты собрался? А если его убить? Куда упускать! Да себе. А, понятно. Ой, что-то я тут шум, короче, надел. Это задание совсем не так выполняется. Ну, давай-давай-давай, перезаряжай. Ну, Кеновый, позорник. Иди сюда, надержи. Так, тут, короче, ключик у кого-то должен быть. Если вы обыщите чьи-то карманы, цель может обнаружить у вас. А, цель может обнаружить у вас. Ясно. Да, ключик был у него, я так понимаю, да. Вот у этого типа наверху. Да, в общем, я понял. Я понял. Короче, бегать нельзя. Давайте потренируемся. В общем, возле цели бегать нельзя. А, как можно? Так. А если я... А, поздно. Потренируемся в будущем. Неужели непременно нужно все усложнять, Бенджамин? Выплатите мое вознаграждение, и я все прощу. Ни за что. Мне не нужна защита. Раз мы здесь, защита вам... Без сомнения, нужна. Как грубо. Так, что же нам сделать с нашим гостем? Можно отрезать руки и прощай его карьеру. Можно вырвать язык, чтобы не болтал попосту. А можно и яйца, чтобы усмирить его. Столько вариантов, так что же мне выбрать? Все разом. Эй, погодите. Возможно, я поторопился с отказом. Мне очень жаль, Бенджамин. Но шанс уже упущен. Сайлос, будьте практичны. А я практичен. Но вы не оценили мою щедрость. Учтите, дважды я в дураках не останусь. Боюсь, мне не по силам глядеть на такое варварство. Отыщешь меня потом, Резчик. Вы пожалеете, Сайлос, слышите? Я отомчу! Нет. Сильно в этом сомневаюсь. Все смирно. Я прикинусь, с чего бы начать. Офигеть. Повезет, рухнешь в обморок. Но уж поверь, я постараюсь, чтобы этого не было. Соса рады, наверное, ваши родители, что вырастили такое. Заткни. Мне нужно сосредоточиться. Немножечко отсюда. Немножечко оттуда. Так, а как, погодите, убить их незаметно до всех разом? Я не смогу слышать ваши бредни. То-то рады, наверное, ваши родители, что вырастили такое. Допустим, вот это вот. А, дымовые бомбы, может быть? Нет. Нужно сосредоточиться. Немножечко отсюда. Немножечко оттуда. Славный получится страхи. А, во. Отлично. Иди сюда. Ну, это было нормально. Ребята, мы нос покоцали. Обалдеть. Да, полностью мы его не выполнили. Да, это мы не играем. Потом как-нибудь... Задание выполнено. Дальше. Ну, хватит на меня агриться. Что я вам сделал-то? Где отсюда? Дальше нам нужно двигаться на эту точку. Основное задание, да? Ну, смотрите, прежде чем надвинем на основное задание... А, нет, давайте еще по основному заданию пройдемся. Посмотрим, что за Чарльз. Да, он у нас, кстати, был в базе данных. Я видел. Последние статьи. Да, Сайл... Сайлос Тэтчер. Гражданин 1720-го. Год рождения. Сайлос Тэтчер был племянником успешного лондонского торговца, который приобрел для него место в британских войсках. Года сайлос был еще совсем молод. Его отправили в колонию в 1750-м году в Беднягу, где поставили на защитных укреплениях постовского перешейка. Ты не удивишься, узнав, что Тэтчер был там тем еще гадом. Мало кто хотел служить под его началом. Наверное, потому что его отослали в Бонст. Проживание в колонии в то время было практически равносильно сгнанию. Впрочем, если подумать, это и сейчас так. Люди, поднявшиеся в звание под началом Тэтчера, славили жестокость. Возьмем хоть его личного помощника, резчика. Даже ты дотумкаешь. Дотумкаешь. Слово такое. Что это просьбич означает? Тот, кто любит резать всякие шутки. В первую очередь, люди. Я бы не стал брать себе такого помощника, но я не Тэтчер. В то время платили в армии исключительно плохо. И солдаты часто брались за разную работенку в свободное время, чтобы освести концы с конца. Что сделало их довольно непопулярным в Бостоне, где была высокая безработница. Однако Тэтчер нашел то, что нравилось им куда больше. Он требовал с торговцев Бостона деньги и обмен на защиту. Помимо этого, он не гнушался воровством. Перекупкой краденого и работоргов. Ну просто человек эпохи, возрождения. Ловил коррелиных жителей и продавал тому, кто больше запах. Именно этим он занимался. Когда его нашел, хейтер. Так. Да, пойдемте пока еще по заданию пройдем. Посмотрим, что у нас там. Поговорим с ним. Ну вот. И еще пара монет в карман. Джонсон рассказал, в чем дело. Вам нужен как раз тот человек, который схватил меня. Его зовут Сайлес Тэтчер. Этот хлыщ работорговец? Не обманывайтесь его манерами. Он отъявленный мерзавец и садист. Что вы знаете о его людях? Их больше сотни. И половина красный мудир. Это все из-за рабов? Э, нет. Он капитан королевской роты. Командует фортом Саутгейт. Нужно пробраться туда. Хм. Дайте подумать. А пока я займусь последним рекрутом. Это Джон Питкерн. Я вас провожу. Пожалуйста. Понятно. Вот и наша цель. Опа. Где это мы находимся? Так, смотрите-ка. Так. Это мы, да, находимся чуть ли не на самом верху. А, друзья, у нас тут есть, да, основное задание. Ну, конечно же, надо бы побегать, пооткрывать точки. И мне нужно найти дополнительное задание. А то потом история продвинется дальше, а я не соберу книгу. Так, часть вторая. Солдат. А мне обязательно сейчас брать задание? Или можно чуть попозже? База данных Анимуса. Батарея на Коппл Хиллс. Коппл Хиллс – один из высочайших холмов Бостона и высочайшая точка бостонского Норта Энда. Во время осады Бостона на этом холме была укрепленная позиция, отчасти выстроенная за тем, чтобы не дать повстанцам возвести свои фортификации вдоль реки на полуострове Чарльзельтаун. Артиллерия на Коппл Хилл всегда огонь по континентальной армии. Битве при Банкер-Хилле. Но как дело? Они не столько уничтожали цели, по крайней мере, в фортификации в Бинк Хиллс, сколько отвлекали врага. Артиллерия на Коппл Хиллл. Обстрел города Чарльзельтаун получился более эффективным. Возникший в результате пожар, сравнял город с землей и выкурил из укрытия снайперов континентальной армии. Пока что на батарее. Так, друзья, ну что, я предлагаю сейчас, пока не идти еще по заданию, все-таки надо дополнительное задание выполнить. Я предлагаю с вами познакомиться с городом, полазить под бочком, возможно, найти вот эти маленькие хары. Ну да, этим мы и будем заниматься. Может, что-то еще дополнительное откроем. Ну и познакомимся с городом. Так и будем, в принципе, в Ассасинскрит действовать. Сюжетец небольшой, открытый город. Сюжетец небольшой, открытый город. Чтобы не оставлять все на паспорт. База данных анимусов. Церковь Христа. Сейчас здание известно как Старая Северная Церковь, поскольку это старейшая церковь в бостонском нотке Энде. Но вплоть до 1776 года его официально называли Церковью Христа в честь одного некогда знаменитого плотника. Именно тут, в ночь скачки Пола Ривера, появилось два сигнальных фонаря, предупреждавших Мастанск на другом берегу о том, что солдаты британской армии идут, чтобы забрать их оружие. Идею зажечь фонари подал сам Пол Ривер. Но сигналы не должны были подавать вовсе не Риверу, как считают многие. Фонари вывешивали для наблюдателей на том берегу на случай, если Ривера схватили. Церковью отлично подходила для такого опрещения. Она обладала высочайшим шпилем в Боснике и была хорошо видна с другого берега реки. Более того, церковь была англиканской, а много богатых и лоялистов были англиканцами. Разве мог кто-то подозревать, что ее Панамырь, Роберт Ньюман или Панамырь, друг Ривера, тайно проберется в церковь ночью, чтобы передать секретное послание? Британца, как выяснилось, очень даже мартфель. Несколько дней спустя они схватили Ньюмана и допросили его. Он ловко притворялся и сумел убедить британца в своей невинности, после чего бежала из города, чем, надо сказать, несколько дискредитировал себя. Да, друзья, игра по... Игра история. Игра история. Как говорится, не надо учиться. Играешь и изучаешь. Не хочешь читать на уроках, да, вот вам, пожалуйста. Ой, как удобно лазить. В общем, все автомат. Зацепился, и Кеновый сам ползет. Так, е-мое, тут меня сейчас пристрелят. Как бы мне этого не хотелось. Ну, давай, давай, Кеновый, ползи дальше. А, надо нажать на РТ. Да, насколько все упростили. Круто. Теперь я понимаю фишечку и прикол. Вау, ничего себе дочек какой. Вот это, да, вот это церковь Христа. Шикарно. Ты... Обалдеть. Вот это виды. Нормалек. Илья, прекращай, пожалуйста, в чате. А, я тебя прошу. Ну, сколько можно? Ну, как маленький ребенок, ей-богу. Ну, прекращай. Хватит. О, прыжочек веры. Так, а вот какой-то там впереди у нас сундучок. Так, смотрим. Смотри, не свались, да уж. Да, я аккуратненько. Так, тут у нас основное задание и сокровища. Нет, все-таки есть какие-то сокровища в игре, а я думал, что пока-то ничего нету. Да, давайте соберем. А, стражевые собаки. У собак-стражников обостренное чутье. Если они обнаружат вас, то предупредят. Иди сюда, я тебя поглажу. А, не, его я погладить не могу. Какой-то он прям. Сундуки. Сундуки разбросаны по всему свету. Взламывайте их замкновить, чтобы добраться до содержимого. А, это вот этот, который мне взлом говорили, что он тяжелый очень, на самом деле. Да, то есть найти точку вращения довольно-таки легко. Ага. Чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих. Отпускать вообще нельзя. Стик нельзя. Только нашел точку, надо стик держать. Отпускать ни в коем случае нельзя. Ага, ясно. Так. Ой, как тяжело-то, а. А почему? Я что-то не понимаю прикола. Давай-давай, тащи-тащи-тащи-тащи-тащи-тащи-тащи-тащи. Да, слушайте, это нелегко, я вам могу сказать. Это нелегко. Как на самом деле кажется. А, я не вскрыл? Серьезно, что ли? То есть я не вскрыл, да? Вот если кажется вам, что легко, но на самом деле попробуй удержи. Вот я вроде удержу, а он все равно скидывает. Так. Ну что ж такое-то, а? Так, нажмите РТ несколько раз подряд, чтобы скидать замок. Ну давай, скрывайся. Ага. Так, это, мне кажется, не так легко сделать, как кажется на самом деле. Ага. Ну-ка, 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 ну-ка. Ты сам будешь в скачке Пола Ривера участок? Без понятия. У меня вообще без понятия, о чем ты, поэтому я не знаю. Фух, у меня аж рука устала так держать. Да, слушайте, ну это прям жесть, я вам скажу. Может, какой-то навык надо сначала провести белье, чтобы сломать. Так, странно, а почему теперь он не может взломаться? Так. Да как так-то? Это же на геймпаде это фиг сделаешь. Э, ты держи, вот, на точке. Жесть. Так, одну точку я нашел. Вот разработчики придумали-то, а. Да ладно. Открыл, что ли? Да ладно, ничего себе, 1250 денег. А, я замки на изи вскрываю. Молодец, я тебя поздравляю. Молодец, ты крут. Так, что еще? Тут, ну, ну что ж, побежали к следующей точке. Ты крут, ты крут, шап. Да. К этому надо будет привыкнуть. Так, следующая у нас точка. Так, нам нужно с вами найти будет альманахи эти. Так, 100 метров здесь есть где-нибудь? А, альманах должен высветиться сам на карте, когда мы к нему подбежим. Поэтому особо проблем составить не должно быть в поиске. Да, е-мое. Так. Тихо, 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 мадам, извините. Не хотел. Так, залазим. Еще разобраться надо с этими торговцами. Вау, заиграл музон. Поднимаемся все выше и выше. Орлы вот эти, да? Да, шикарно. Шикарно. Вот это сделано классно. Магичка, все дела. А, да, даже для 2012 года, сейчас 2016, и смотрится довольно-таки все миленько и круто. Отлично. Так, слушай, а как поторговаться с ним? Ну-ка, 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 ну-ка. У меня же денежка-то теперь есть. Торговля. А, вот. Ага, что у него можно купить? Потребляемые предметы. Патроны, дымовые бомбы. И все, что ли? А что можно? В данный момент у вас нет предметов для продажи. А, ну этот особо ничем не торгует. Ладно, больше не надо. Так, побежали дальше. О, у нас что-то новенькое открылось. Тут у нас таверна. Таверна, таверна, таверна. Не везде точки появились. Тут с кем-то можно поговорить. Интерактивная беседа. Интерактивная беседа. Да, друзья, давайте эти точки сейчас дооткрываем. Так, сначала мы сбегаем в эту область часть карты. Так. Можно, конечно, переместиться, но мне нужно найти какие-то локтерии, так называемые. Да, нам сюда. И посмотрим, что за интерактивная беседа тут. Так. Пронеслась. Нужен нам лепесточек на карте. Травится мне всегда. Когда то что-то не получается, у тебя чатик сразу пишет. Да я! Вообще, это без проблем. Все вообще прям вообще супер. Вообще, я все прохожу за так. За раз. Ой! Мужчина, извините, я классно хотел беспокоить. Смотрите, а тут карта закрытая. О, странно. И точки здесь нигде нету. Но мы вот так пробежим. Ну, где эти альманахи-то страницы-то, а? Так. Пока не вижу ничего. Так, мужчины, стойте, охраняйте. Не надо нас трогать. Так, тупик. Ну, такая, наверное, нет тупиков, да? Так, слушайте, я там точку оббежал. А нет, есть, есть точка оббежал. Да, это у нас с боссом. Разблокированные лавки одна. Разблокированные здания. Граждан еще есть она. Освобожденные области. Так, ну, очень ясно. Приближаем. Так. Давайте сначала точку обзора, да? Хотя нет. Давайте подслушаем. Потом точку обзора. Что там, что нам расскажет? Интересно, может, что-то дадут? А, стоп. Так это же где мы альманах брали? А, ну да. Тут Бенджамин у нас с Франк. Так, стоп. А мы же уже с ним... Или он нам что-то интересное новое расскажет? А, хотя нет. Это мы к себе прибежали. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мужчины, что вы там делаете? Так, они бухают здесь, короче. И ждут нас. Так, поговорим. Живой? А, почему медицина? Думаете, я скажу, что хочу служить людям, да? Что выбрал эту профессию ради блага человечества? А это не так? Возможно. Но двигало мной не это, не это. Нечто более приземляное. Я люблю деньги. Есть другие пути к богатству. Да. Но если товар лучше, чем жизнь, ничто иное люди так не ценят и не берегут. Когда человек боится внезапной кончины, никакая цена невелика. Это жестоко, Бенджамин. Это правда. Вы же клялись помогать людям. Или нет? Да, но там не было ничего о цене. Я просто прошу честное вознаграждение за мои услуги. А если у людей нет средств? Значит, пусть им помогут другие. Разве пекарь бесплатно кормит нищих? А портной одевает даром женщину, у которой нет денег? Нет. Там не к чему. Вы сами сказали, нет ничего дороже жизни. Да. Тем больше причин позаботиться о средствах заранее. Ну, с одной стороны, он как бы прав. Мне нужно кое-что проверить. Побеседуем позже. Побеседуем позже. Да, с одной стороны, он как бы прав. Я думаю, здесь много. У нас что интересно в игре раскроется. Так, да, все, точка исчезла. Отлично. То есть, надо несколько раз на них понажимать, и точка тогда будет исчезать. Ну, что ж, это хорошая тема. Думали, молодцы. Ладно, пошли дальше. А, вышли, и снова точка появилась. Да что такое-то, а? Так, ладно, очень понятно. Это просто значит, поболтать. Так, я думаю, слева направо, наверное, да, пойдем? В принципе, разницы особой нету, да? Все равно надо бежать сюда, сюда и сюда. Ладно, давай. Меня сейчас интересует альманах и точка обзора. Потом уже будем болтать. Да, здесь мы уже брали один альманах, вот там сверху слева. Ой-ой, извините. Извините, не хотел, простите. Ой! Вот это, я думаю, автоматически вся беготня мне, ну, как, проблему составит. Нет, ну, давай-давай-давай-давай-давай. Так, чуть-чуть осталось. Ага. Ну-ка. А, не залезет. Я думал, залезет. Нет, все-таки, хоть и автоматически, но все равно надо движением стика поправлять. Опа-опа, вот это удобно сделали. Еще одна у нас церковь. Так, тут нам что-нибудь расскажут интересного. Ой! Да как так-то? Почему они на меня сагрились-то? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Так, да-да, я так и знал, что будут сейчас стрелять. Давай-давай, что-то осталось. Что-то осталось. Ага, все, не лу. Да, успел, успел. Косые. Косые. отлично или они по-прежнему на меня стреляют ой на меня по мне . обзора синхронизирована да по моему они по-прежнему на меня агнется так журнал придумали так быстро путешествие так мне пока не интересует а тут я особо ничего и не так ну что же следующая точка это они то агрятся до сих пор да кайсисок сена спрятаться все после поиска укрытия во время столкновения дождитесь пока враги прекратят расследование когда можно будет безопасно так или укрытие чё это на они на меня все агрятся а из-за того что я наверное людей толкаю да скорее всего вариант о женщина укладывали что-то украли я команду нас одна . то есть ты что не надо мной бежать сейчас нас подождет я думаю тихо 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 ну да сошли с ума так здесь мы с вами не были новая местность что-то как-то почему-то ничего не появляется почитать ну да ладно странно также башня или церковь какая-то ну как удобно лазит вы смотри хоп хоп я думал о второй чек после первой во второй части начинаешь ловко лазить а оказывается вот оно еще ловче и с каждой частью будет ловче и ловче и ловче автоматом вот оно сделано круто да необычно необычно так ладно синхронизируемся вау а он весь веселится там было так слетаем отсюда отлично так ошибка нам это ничего не дало подобрали дальше нам на виселицу надо туда прикольно ну или не виселица что-то даже по горам лазит да ладно серьезно не залез бы бану а чё пешком то бегу на заложить здесь а база дан ханимус обновлена диком так что за бекон хилл свое довольно банальное название получил от сигнального огня а сигнальный огонь и он установлено пуританскими поселенцами на вершине алма по сигнальным огнем здесь понимается ведро со смолой подвешенное нашествие ставили его для того чтобы предупредить округу если кто-нибудь нападет на город и простая эффективно но так не пригодившиеся сегодня этот пол ниже чем был раньше его вершину вскрыли чтобы заполонить земли мельчины в результате застройщики получили двойную выгоду на вершине алма стало проще стоить а около мельничного труда появилась больше когда в 1790 году на бекон хилл открылся новым массачусетский капитолий холм стал престижным районом бостон на его южном склоне возвели шикарные виллы с видом на бостон и общественный парк северный склон холма был заселены еще раньше а заселён еще раньше и роскошь мягко говоря не отличался до 100 начнем помянуть что его то и дело называли горой как адрес звучит прямо скажем шикар джордж вашингтон в одном из своих песен диплопантично как и пистала политику допустил описку помянуть на нем как в горе 1 что же тоже вариант я на распутье так ну что забираемся на эту башню он вам покажет интересного здесь что ли надо они надо наверх залезть оба и на самый верх отлично это почему синхронизации нету а тебя наверно до себя прекрасно так что-нибудь нам это дало нет мы просто открываем карту пока в районах ну что ж маленько осталось буду я раз два три но и тут все рядышки но к сожалению вот туда надо у я пока не вижу альманаха меня это печает страницы для книжки меня это печалит но да ладно Можно, конечно, обратиться к сайту Assassin's Creed к нашим друзьям ВКонтакте, но пока-пока попробую сам. Уж когда совсем встряну, тогда да. Тогда можно будет и попросить помощи. Почему нет? Так, нам голодна тут церковь. Так. А сколько в этой гейме стоит конь? Коня нанять сколько примерно будет стоить? Дорого, наверное, да? Кто знает, друзья, сколько коня стоит. Так, понеслась. Да, я хотел сначала разделить на половину, но уже думаю, раз начнем доделать, давайте доделаем. Вижу, что в серии будет почти каждый больше часа. Это по-любому, но шутка выбора нет. Заниматься этим нужно. Точка обзора. Хотя многие, конечно, я смотрел, многие проходят чисто сюжет, показывают, но можно было бы сделать и так же, но я думаю... Ну, ну, я не думаю, а как бы, кто меня смотрел на предыдущих прохождение Ассасинских видов, да, со мной пробыл полгода. На первой, на второй Браза Хутер Верлайшн, говорят, сколько классно проходит, все читают, все показывают, нам это нравится. Поэтому, возможно, я бы и хотел чисто сюжетную каналу про это показать, но... Ладно, если людям нравятся дополнительные задания, значит будем делать. Какие дела. Но на стопроцентную синхронизацию я буду походить без. Созначит, что это займет. Ой, как много. Возможно, со стримом, возможно, без, но это уже история. Самое главное, основное. Задание так. Сейчас по крышам куда-то побежал. Да, по крышам стало бладить. Очень хорошо, еще и по деревьям можно... О, красота. Вообще все легко. Тем более, еще если упал... Тихо-тихо-тихо, жизни пополнились автоматически. Это вообще найс. То есть раньше нужно было за аптечками следить. То есть теперь за ними следить не обязательно. Только во время боя следить за жизнью, чтобы не убили. А так пополнится. Так, еще одна башня. Открываем, открываем. Ошибкой ничего не дают. Слушайте, может, все-таки страница Альманаха надо высматривать? Ну, прошлое как бы появилось. Это не от высматривания, это точно. А от того, что я рядом пробежался. Она просто появилась. М-да, ладно. Ну что ж, тут совсем все по пути. Так, возможно, где-нибудь здесь лепесточек есть. Разбросали действительно по всему миру. Тут вообще карта закрыта. Мы ни разу не были. Порт какой-то. А, да, мы здесь, помню, вылезли из тоннеля. И я вообще не стал гулять, чтобы не было никаких надписей. А то и так у нас 3 часа получилось. Козы, 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 что ли, серьезно? Ну-ка, 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 ну-ка. Офигеть. Это можно погладить? Ну-ка. Иди сюда. Офигенно. Дамочки, это вы гуливаете, что ли? Ну-ка. Ладно, к дамочкам подходить не будем, а то чего-то они все агрятся. Кому не подойдешь, они раз-те и запинывать начинают. Еще к чему. Ладно, ну где же у нас лепесточки-то, альманахайте, а? Кстати, свиньи ходят кругом. Офигеть. Я вот что-то не помню, серьезно я нашел лепесточек сам был или все-таки я его орлиным зрением нашел, и он появился. Вот этого я не помню. Так, если вы могли нам бегать, зря не бегать, тогда может, попадает у нас архитектурная, ну, по крайней мере, так было в прошлый раз, в нашу базу данных. Ну, ее всегда можно еще что-то потом прочитать, попозит все-таки, но затягивать не будем, потому что как-то я помню, как-то раз накопил, пришлось потом целую серию выделить, полтора часа для чтения, это как бы, ну, я могу сказать, нелегко. Так, а вот тут он не ползет, так ясно. А, вот. Это у нас еще вторая часть, то есть тут прям совсем все легко. А, жаль, когда по городу бегаем, музыка как-то никакой. С одной стороны, меня это радует, парнисты, ну, я думаю, YouTube не будет блокировать, а то сейчас вообще политика YouTube-овская изменилась. О, ну и души, и музыки. И звук огней. Блокирует все подряд. Монетизировать так вообще не дают. А, смотрите, а вон и страничка вторая. А, папа, 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 замечательно. Смотрите, она появилась от того, что я синхронизировал точку, да? Так, возможно, это где-то вот они здесь и есть. Так, давайте ее попробуем забрать. Если что, это у нас возле костей. Ну, вот этой игры. Так, где она? Вон она, наверху. Так, блин, там охранник, конечно, у нас саглится. Так, залазим. Так, стоп-стоп-стоп, переключим на патроны. И на скрытный клинок. Может, попробуем убить сначала? Стой, 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 стой. Тихо, незаконное убийство отлажав у людей, получать вашу известность. Тихо, 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 лепесточек, стой. Ты мне нужен. Ну, есть. Есть, собрали, собрали, собрали. И теперь можно спокойно уходить. Альманаха две осталось из четырех. Две из четырех. А смотрите, эти на меня не агрятся. Агрится только тот, который бежит. Так, ладно, нам нужно где-то скрыться. Ой. Да, да, я там не проехал. Тихо, моё. Да, убегать стало сложнее. Ну, не то чтобы сложнее, просто как-то... Ммм... Сильно много. Так, понятно. То есть точку обзора синхронизировал, и появилась страница кодекса. Может быть, мы сейчас, друзья, и дособерём эти все странички? Эх, я понимаю, что время, 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 но... Да, придётся каждый делать чуть больше часа серию. Ну, сами видите, да, сколько здесь всего. Ну, хотя, в принципе, сейчас пооткрываем мир. Когда-то всё равно этим бы надо было заниматься. Рано или поздно. Поэтому сначала пооткрываем, а потом уже будем по сюжету идти спокойненько, смотреть сюжет. Но всё равно я буду стараться совмещать открытый мир-сюжет, открытый мир-сюжет. Вот. Чтобы, как бы, не было сильно много потом открытого мира. Или наоборот. Всё подряд. В общем, как-то так здесь. Будем, в общем, таким действием делать. О, смотрите. А тут ползёт вообще как надо. Опа. Так, отлично. Ну, что ж, Арлина, зрение включаем, смотрим. Если где у нас... Неужели нету нигде? Нет, нету, сжаль. Ещё три точки осталось. Ой! Тихо-тихо! О-о-о-о! Как непривычно! Как же это непривычно, ладно. А, слушайте, а может быть, я тогда был на точке сверху, включила длинное зрение, поэтому нашёл. Ну ладно, что гонять, сейчас проверим. Ой, как гонять? Гадит гадать. Уже сегодня получается у нас одиннадцатый час стрима. Я уже начинаю словами крутаться. Ну, ничего страшного, бывает. Я надеюсь, все понимают. О, часики такие. Столько часов говорить. Как говорится, попробуйте. Это на самом деле нелегко. Снимите всё это и всеми этими делами заниматься. Так, отлично. Смотрим, появилась ли страничка. Тут какие-то друженики у нас появились. Смотрю, ты сегодня ударно стримишься, Санька. Да. Да, игра мне очень нравится. Я давно уже хотел в неё поиграть. Ну и как-то, да. Завтра всё равно рабочий день, поэтому сегодня ударненько посижу. Завтра буду отдыхать. А, тут какие-то друженики появились. И вот ещё точка обзора. Так, и на всякий случай, давайте включим о длинное зрение. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Проверим ради интереса. Так оно или не так. Страница вот после этого появится. Если появится, то придётся, блин, потом все эти места заново, чтобы дальше найти. А, нет, смотрите, не появилось. Ладно, нам ещё две штучки надо. Жаль. Я думал, здесь они все будут. Так. Где у нас о длинное зрение? Вон оно. У тебя-то как дела? Как день прошёл? У-у-у! Отлично. Так, вперёд на следующую точку. Так, и дружинников надо проверить. Что же точка дружинник появилась? Карта совсем обновилась, по-другому же стало. А, старый Капитолий. А, вот это интересно. С 1713 по 1798 год в этом здании размещалось правительство Массачусеттелса. До войны за независимость под правительством понимались губернаторы, его советники и избранное собрание. Говоря избранное, я, разумеется, имею в виду избранное белыми мужчинами, владеющими собственность, ведь право голоса было только у таких. Власть собрания, к тому же, была заметно ограничена. Губернатор мог наложить ответ на любое его решение и при случае распускал собрание, не голосовавшие так, как нужно было ему. В общем, не столь губернатор, сколько не стал. В 1767 году под залом собраний был возведен балкон, чтобы общественность смогла воочию видеть, как работают законодательники. В то время, подобное решение было новато. Несомненно, некоторые представители о нем потом пошлили. Массы воспользовались полученной возможностью для того, чтобы перебивать и шикать на тех, кто голосовал в угоду Британии. Что ж, возможно, для этого и был нужен балкон. В 1798 году правительство переехало здание побольше, и старый дом отдали купцам, в том числе и на торговцам, и постежонам. В итоге здание превратилось своеобразным колониальный торговый центр, в ассортименте которого, правда, преобладали парики и вино. Отлично, забираемся. Так, наверх, наверх, наверх. Ну что ж, проверяем нашу теорию, так оно или не так. Сначала синхронизируемся. Проверяем, есть ли страничка. Шикарно, просто шикарно. Так, странички нету, да? Так, а теперь включаем нашу... Здесь наше длинное зрение, и проверяем. Нету, да, странички? Так, запрятали. Запрятали. Последнее у нас осталось здание. Прежде чем мы к нему подойдем, где же могли запрятать? Ну, давайте проверим вот эту штучку дружинники. Что это такое появилось на карте за дружинники? Так, кружочек Веры. Так, дружинники, что это такое? Все для пивоварения. Так, дружинники, наверно, может подслушать или с ними что-то поговорить. Ну-ка. Что за дружинники? А, ну, наверное, между ними спрятаться, да? Я чуть не понимаю, что они нужны. Ну, скорее всего, да. Да-да, то есть, видите, я между ними стою, и я не вижу. Ага. То есть, это для этого, да? Ладно. Ладно. Да, жаль, мне не удалось альманаха найти. Ну, что ж. Тут у нас рядом Бенджамин Франклин сам. Тусуется возле этой точки. Опа. Так, это нам куда? Это вот нам на церковь. Вверх. Да, он у нас здесь. Ой-ой-ой. Так, кабан у нас тут. Так, в очередной раз проверяем нашу теорию. Ой, я не на то здание залезал, а, нет. Ну-ка. Ну, дайте хоть сейчас нам страничку, что ли, альманаха. Ой. Чуть-чуть-чуть. Упасть можно, друзья, упасть можно. Что-то я, как-то это... Сразу лоб... Лоб вспотел. Отлично. Так, увы. Увы-ах. Печаль, беда. В общем, нет. Не появилось. А, ну стоп-стоп-стоп. Орлиное зрение. Возможно, нужно бегать во длинном зрении, хотя... Я обязательно после стрима сам почитаю. Проверю. Сейчас тоже на этом будем мы завершать. Да, нет. Все равно не появилось. Очень ядов был свет. Значит, будем бегать во длинном зрении и искать. Так. Хорошо. Спрыгаем. О, смотрите. Рыбкой торгует. Рыбкой. А, так. Ну что ж, друзья. Кто смотрит записи, на этом все. Спасибо, Громания, сейчас за просмотр. Кто-то у нас такой. Погодите. Что это означает? Так, карта. Журнал. Легенда. Левый бампер. Так. Это у нас... Курьер какой-то. Что за курьер? Давайте его убьем. Иди сюда. Только надо его убивать. Только аккуратно. И таки... Так, убили курьера. Что это нам дало? Так. Я не понял, что это нам дало. На, держи. Ну, я повоюю с охраной. Так, возможно, за него деньги дают. Или что-то типа того. Не беру. Опа. Механика боев, конечно, новенько отлично. Вот такой вам экшончик, наконец. Экшончик. Так, что нам дал курьер? Давайте его попробуем обобрать. У курьера какие-то овощи. Пятьдесяток. Деньюшка. Не знаю, много это или нет. Но, в общем, такие дела. Так, дальше. Такой экшончик нам. Под конец. И страничку. Нам осталось очень две странички лимонаха. Ладненько, друзья. Кто смотрит записи? На этом все. Ну, что ж, будем прощаться. Спасибо всем внимательнейшим за просмотр. Не забывайте поддерживать канал. Скоро с вами увидимся. Смотрите, осталось нам к следующему стриму, к серии. Я подготовлюсь. Посмотрю, где эти странички, в общем, лимонаха, чтобы долго нам это все дело не затягивать. Сходим, их соберем. Вернемся к Бенджамину Франклину. Посмотрим, что он нам за это даст. Потом. Ну, в принципе, потом нам с вами останется двигаться на сюжетную тему, бостонское, так сказать, подземелье сделал в прошлый раз. Надеюсь, оно все. Ну, еще говорят в Америке. Вот такие дела. Ну, что же. Супер игра, приятная атмосфера. Каждая серия, да, я думаю, займет больше, по крайней мере, вот это, вместе с Кирпиниром, больше часа. Ну, сами поймите. Просили многие, что, да, нам нравится, что все читаешь, все проходит, поэтому я и делаю. А так, конечно, можно было бы это сделать и самому. Без, как говорится, все разных вещей. Ну, ладно, скоро оставайтесь на канале, не забывайте поддерживать, скоро увидимся. С вами был Андрей, пока-пока.